друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный telegram канала маркет с торговыми идеями где на ежедневной основе мы размещаем и постим аналитический контент разного формата общие новостные сводки и конкретные технические рекомендации каждый пост можно комментировать поэтому если у вас есть желание оставить обратную связь и фидбэк обязательно делайте это поскольку сегодня понедельник в 16.00 по московскому времени состоится традиционный для понедельника вебинар правильный понедельник где мы обсудим ту тему которая интересна вам и для этого специально в течение дня мы проведем голосование в нашем telegram канале предложим вам несколько тем на выбор это соответственно которая наберет больше всего голосов станет центральной в ходе моего сегодняшнего на выступление ну что ж я думаю что не будет преувеличением если мы скажем что мы открываем блестяще очередную торговую неделю потому что рисковые активы идут вниз индекс доллара растет американский фондовый рынок фактически уже приблизился к нашей совсем уж долгосрочной цели 4000 пунктов я не ожидал друзья что так быстро мы сделаем но рынок нам благоволит это хорошо лишь бы сейчас не накаркать биткоин 33750 помни сколько было друзья возражений среди крипто энтузиастов которые верили что биткоин точно будет уже сейчас котироваться в районе 50-60 тысяч долларов за баррель я постоянно проводил для вас аналогию параллель с на фондовым рынком обращал ваше внимание на высокую степень корреляции между фондой и криптовалютными активами что доказывает тот факт что он биткоин сейчас не использовать для диверсификации биткойн не рассматривать в качестве защитного актива биткоин это такой же рисковый инструмент как и прочие рисково актива поэтому он валится следом за ними цель на долгосрок 30000 долларов остается и только лишь после достижения этой планки я друзья может быть подумаю о том стоит ли пересоходить длинные позиции либо уже ориентироваться на более глубокие ценовые значения ну ладно давайте начнем с индекса доллара 104 пункта ровно в моменте индекс доллара растет потому что очень хорошее наследие прошлой неделе виде заседания американского регулятора детально мы говорили в четверг в прошлое кому интересно прям по полочкам понять что произошло и какие решения были приняты пересмотрите вебинар точнее брифинг а прошлого четверга ну тезисно хочу сказать ставку повысили на 50 байс на пунктов самое агрессивное повышение ставки за последние 22 года программа количественного ужесточения анонсирована и начнет действовать с июня на первом этапе на июнь июль августа посредством опять же действий американского центрального на банка в кавычке возьмем центрального банка по продаже казначейских и ипотечных облигаций портфель будет сокращен на 37 прошу прощения на 47 миллиардов долларов ежемесячно и начиная с сентября объемы продажи казначейских и ипотечных облигаций вырастут до 95 миллиардов но при этом хочу отметить друзья то что июнь июль август и сентябрь это довольно растянутый во времени отрезок период опять же действий я американского регулятора поэтому все может произойти в плане корректива изменения и я допускаю что скорее всего фрс увеличит раньше даже именно продажи указанных облигаций до примерно 120 миллиардов долларов в месяц ну и соответственно в связи с этим я настраиваюсь на более агрессивный подход к ужесточению монетарной политики вам тоже подсвечиваю горизонт таких подобных действий от федрезерва и соответственно если вы еще не поняли обозначаю очень хороший горизонт для роста индекса американской валюты да он сейчас уже на 20-летних максимум даже выше и при таких максимальных значениях за столько лет прям коррекция напрашивается сама собой я не буду отрицать факт возможной вероятной коррекции я не знаю что произойдет с рынком как о срочной перспективе но коррекциям когда есть хорошая фундаментально обоснованная заряженная идея роста какого-то актива нужно относиться нормально лишь как еще новому подтверждению того что рынок так и работает рост коррекция продолжение восходящей тенденции и бычей динамики моя цель в районе 105 пунктов если ориентироваться на цели многих инвестбанков они ждут индекс доллара чуть ли не в районе 110 пунктов очень важный отчет на этой неделе в среду данные по инфляции по прогнозам индекс потребительских цен снизится по сравнению с показателем прозапрошлого месяца то есть снизится с 8 с половиной процентов но я пожалуй один из сторонников того что идеи того что индекс потребительских цен продолжит расти и я также прекрасно понимаю что при сохранении бычей динамики на рынке нефти с определенным временным лагом примерно в три месяца рост цен на углеводороды начнет догонять индекс потребительских цен и провоцировать его восстановление поэтому даже если мы увидим снижение друзья сейчас по индексу потребительских цен точнее а в среду это не значит то что инфляция в сша достигла пиковых значений и более не будет расти она будет расти ровно до тех пор пока не сойдет на нет бычая динамика рынка углеводородов прочих сырьевых активов и пока не будут решены проблемы с логистикой и цепочковым поставок я уверен то что все вы реалисты прекрасно понимаете что эти проблемы само собой не разрешаться в ближайшие месяцы по другим финансовым активом евро доллара 105 ставим на снижение в район отметки 104 причины влияния высоких цен на нефть растущей инфляции крепкого дорогого доллара риски стокфляции рецессия все это актуальный новостной фон ждем на уровне 103 50 103 фон против доллара 1 2285 я предлагаю смотреть уже на поддержку 120 друзья потому что банк англии на прошлой неделе ясно дал понять что после четырех повышения процентной ставки подряд теперь он тысячу раз подумать прежде чем принимать аналогичные решения о будущем потому что слишком уж велико негативное воздействие высоких цен на углеводороды на доходы потребителей нам потребительскую активность и на экономику в целом напомню что по прогнозу британского регулятора до конца этого года темп экономического роста англии снизится больше чем на один процент и глава британского регулятора эндрю пели считает что повышение ставки на текущих этапах и продолжение разгон ее такими темпами как мы видели на последних четырех заседаниях может создать непоправимые серьезный ущерб в общем для экономики и препятствий которые будут практически непреодолимы поэтому очень сильно разочаровались те кто рассчитывал на ставку в два с половиной процента уже к середине 1023 года я надеюсь друзья что вы все-таки прислушались к моим рекомендациям на прошлой неделе поставили на short потому что с тех пор британская валюта провалилась больше чем на 400 пунктов американский фондовый рынок 4077 пунктов ждем поддержку 4000 пунктов рынок нефти 112 59 здесь два фактора роста которые будут способствовать тому что бренд сначала протестирует нашу первую цель 115 долларов за баррель пойдет выше это итоги заседания опек плюс в ходе которого было принято решение увеличить нефтедобычу в июне на 400 с небольшим тысяч баррелей в сутки это полностью соответствует договоренностям которые тянутся еще от середины прошлого года в соответствии с которыми производство нефти будет постепенно наращивать до тех пор пока мировую экономику не вернется весь объем по добыче который был сокращен во время пандемии те кто рассчитывал что опек все таки отреагирует на ситуацию с санкциями против россии и даст больше нефти глобальной экономики тоже оказались разочарованы потому что опек не хочет вмешиваться в текущую ситуацию не видит каких-либо рисков для кризиса предложения хотя очень странно потому что глава опек мухаммед баркинда отметил что проблема потери российской нефти приведет к непоправимому ущербу и вреду для глобального рынка углеводородов поскольку в мире нет ни одного региона который смог бы в кратчайшие сроки задействуя свободной производственной мощности добавить столько нефти сколько выпадет в случае вступления в силу шестого пакета финансово-экономических санкций против россии которые как вы знаете распространяются также и на энергетическую отрасль поэтому заседание опек которая не решила проблему дефицита предложения и санкции которые мы ждем правда в эти выходные их могли согласовать по идее но как вы наверняка знаете пока что пакет в текущей редакции не прошел но это не значит то что положительного решения не будет после риск все-таки отказа от российской нефти сохраняется с этим риском мы продолжим работу и соответственно параллельно ставим на роста котировок бренд и дабы и золото друзья 1875 в моменте я сейчас хочу предложить вам рискованную сделку которая будет опираться на индекс хроничных настроений кайман он сигнализирует о том что толпа сейчас а золото покупает действуем против толпы котировки 1875 цель 1840 1830 эта цель как раз друзья на ближайшую неделю кто хочет рискнуть и добавить еще один актив к списку тех которые уже озвучил пожалуйста подключайтесь друзья я думаю что я буду конечно же комментировать эту сделку на последующих брифингах но надеюсь то что она принесет положительный результат уже в самой ближайшей торговой сессии на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошего вам торговой недели всем пока